Здесь, в Людовом дворце «Трактор» сегодня жарко. За звание сильнейшей студенческой команды города сражаются хоккейные клубы Южно-Уральского госуниверситета и Уральского государственного университета физической культуры. Это соревнование проходит в рамках Всероссийского студенческого фестиваля спорта. Хотите знать, кто заслужит звание победителя? Прямо сейчас мы расскажем и покажем вам все самое интересное. Пока игроки готовятся к предстоящему матчу, немного истории хоккейного клуба «Политехник», которая началась в 1949 году. Хоккейный клуб «Юргу Политехник» неоднократно подтверждал статус сильнейшей студенческой хоккейной команды не только в Уральском федеральном округе, но и далеко за его пределами. Долгое время команду возглавлял заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук Владимир Липкало, под руководством которого «Политехник» одерживал победы одну за другой. В 2014 году главным тренером «Политехника» стал кандидат биологических наук, доцент кафедры спортивного совершенствования Артем Плетнев. Как и полагается хоккеисту, на коньках Артем с раннего возраста когда-то и сам был игроком студенческой сборной. Считают, что хоккей в университете не просто развлечение для студентов. Здесь можно себя показать на достаточно высоком уровне в студенческой хоккейной лиге. Международное соревнование команды пока из Урала, Сибири, скоро поедем на финал со всей России. Есть желание там показать себя с лучшей стороны. Финал студенческой хоккейной лиги у «Политехника» намечается в следующем месяце, а до сегодняшнего матча со сборной «Уралгубка» остаются считанные минуты. И для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, перед матчем хоккеисты, как принято, собираются на раскатке. За это время ребята успевают настроиться на игру и, как говорится, почувствовать лед. Здесь, перед началом игры, тренер обозначает главные задачи команды и дает установку на победу. Игроки в центральном круге. Матч начинается! Первый период в самом разгаре. Сборная «Уралгубка» пока не может войти в игру, действует сумбурно и нерешительно. Пользуясь этой неразберихой в стане соперников, нападающий «Политехника» Антон Романов открывает счет. А после нелепого удаления «Защитника» «Уралгубка» «Политехник» удваивает преимущество. Под конец первого периода 11 номер Юргу делает дубль. В ответ на эту сборную «Уралгубка» всего лишь раз потревожила ворота «Политехника». Первый период закончился 3-1 в нашу пользу. Удалось в игру быстро войти, так как приехали пораньше, хорошо размялись. Но ребята с «Уралгубка» видимо сейчас делают выводы какие-то по игре. Во втором периоде ждем ответных действий с их стороны. На второй период тренер «Уралгубка» выпускает запасного вратаря. Защитники «Политехника» неудачно отбрасывают шайбу в своей зоне. Расторопнее на перехвате действует нападающая «Уралгубка» и в упор расстреливает Ярослава Гагаринова. Интрига оживает, и через несколько минут игроки Юргу вновь удваивают преимущество. Большинство болельщиков – это их друзья, однокурсники, родители, вторые половинки. Каждый из них активно болеет за игроков и верит в их победу. Болею за «Уралгубку», потому что он играет мой молодой человек. Все веселее болеем за мальчика, чтобы они победили. Естественно, я как аспирант Юргу болею за нашу команду «Политехник». Если бы я не знал, что это студенческие команды, я бы сказал, что это играют настоящие профессионалы. Замечательно, что в Челябинской области хорошо финансируется и развивается студенческий спорт, потому что это дает возможность студентам неспортивных специальностей заниматься любимым делом на профессиональном уровне. В конце второго периода команды еще раз обмениваются шайбами. Общий счет после двух двадцати минуток – 5-3. В третьем периоде сборная «Уралгубка» не выдерживает натиска «Политехника» и начинает допускать ошибки, которые выливаются в удаление. Забросив две шайбы в большинстве и доведя счет до разгромных 7-3, Юргу ослабляет хватку, за что и получает в свои ворота четвертую шайбу. В конце матча «Политехник» доказывает свой уровень, устанавливая окончательный счет 8-4. Была пробная игра, сегодня победили. По счету достаточно легко, но был момент, когда при счете 4-3 стало немножко тревожным результатом. Сегодняшняя игра завершилась счетом 8-4. Один человек забил три шайбы, что бывает далеко не каждую игру. Магистр первого курса Института спорта и туризмного сервиса. Антон Романов. «Наша команда проиграла. Составили свою команду из экспериментальных игроков. То есть это были и профессиональные игроки, и игроки любительские, которые занимались от двух лет. Надо просто сыгрывать команду». Родные и близкие здесь не только в качестве болельщиков. Сергей и Дмитрий Жаворонковы – родные братья. Но на льду соперники – игроки двух команд. «Так что у нас сегодня, можно сказать, было семейное дерби. К сожалению, мы выступили, но это можно объяснить только тем, что политехник – это сыгранная команда. Они выступают по студенческой лиге, по первенству области». Брат Сергей и Дмитрий, студент ЮРГУ, рассказывают, что ребята – они не только спортивные, но и умные. Закончили школы золотыми медалями. Считают, что спорт, конечно же, важен в жизни каждого мужчины, но не стоит забывать и об интеллектуальном развитии. «Мужчина должен быть здоровым, выносливым, сильным. Я, помимо спорта, еще выиграл международную олимпиаду по инженерной графике ЮРГУ». Какую роль играет физическая подготовка в жизни каждого – очевидно. В студенческие годы у ребят появляется много новых возможностей, увлечений и интересов. И важно, чтобы среди них не потерялся спорт. «Очень здорово, что государство поддерживает студенческий спорт. В этом году, кстати, приуроченный фестиваль студенческого спорта к 70-летию Великой Победы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова